Буквально от центрального павильона Московской области в столице нашей страны расположилась и Рязань. Здравствуйте, а что у нас представлено вот на Рязанском павильоне? Здравствуйте, на Рязанском павильоне мы транслируем два основных тезиса, что Рязань это небо России и Рязань это сердце России. За первое отвечает воздушный шар. Поднимается он не в небо, а всего метра на два. Однако с очками виртуальной реальности человеку полностью удается прочувствовать этот полет. Если статистику взять, то за 4, 5, 6 ноября в каждый день мы прокатили 12 тысяч человек в день. В день. В день. 40 секунд занимает подъем и спуск на шаре, в корзину помещается 10 человек. Рязанский павильон на международной выставке форума России осмотрел и губернатор Павел Малков. Удалось, что называется, заглянуть в сердце города, послушать стихи Сергея Есенина и романса рязанского гармониста. Павел Малков говорил о высоком уровне организации выставки, качественном оформлении региональных стендов, а также отметил огромный к ней интерес. Очень интересная выставка, все стенды высокого уровня, на самом деле просто приятно пройтись. Каждый с одной стороны со своими особенностями, а с другой стороны все демонстрируют очень высокий уровень. Здесь можно смело рекомендовать всем, кто не был на выставке, ее посетить, очень интересно. Но я рад, что и наш стенд тоже сделан на очень высоком уровне качества, интересный, показывает все особенности нашего региона, именно то, что мы хотели посвятить. Очень классно, очень здоровская задумка, малышу понравилось. Очень понравилось. Нам очень понравилось, очень интересно и неожиданно, вот этот подъем просто. Да, тем более наши края, Рязанскую область. То есть вы тоже из Рязани? Нет, нет, папа, папа из Рязанской области. Так что это моя родина. Всем большое спасибо, очень красиво, очень здорово, очень необычно. Здесь же у Рязанского павильона организована работа студии-мастерской. Тут все присутствующие могут поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу. Как много обычно посетителей на мастер-классах? Вообще всех гончарный круг очень манит всех. Буквально просто отбоя нет, а от желающих попробовать гончарный круг. Международная выставка форума «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Рязанский стенд будет постоянно меняться. Будет готовиться много интерактивных программ, которые посвящены Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы также на предстоящие новогодние праздники – ко Дню Защитника Отечества. А 12 января в день Рязанской области на ВДНХ здесь представят гастрономические бренды региона. Добро пожаловать в Рязань, на родину Сергея Есенина, друзья! Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.